друзья привет сегодня буду делать салат расскажу предысторию небольшую значит мне недавно подруга скидывает рецепт салата говорит посмотри наверно вкусный ну скинула и скинула это значит мы дружим с ней по интернету у нее свой тоже канал недавно она завела называется копилка рукоделий нелли в общем вот мне нель скидывает и говорит наверно ну типа вкусный салатик ну скинула и скинула тут я значит решаю сделать этот салат вчера закупила все продукты пекинскую капусту тунец купила там в общем вот и тут значит начала делать эти не беляши а чебуреки чебуреки на сметанном тесте тесте ну и тоже их решила снять а это у меня лежит как бы ждет своего часа думаю вечером сниму еще салат вот а тут поехали в сад тут с картошкой провозились устали вечером приехал мне уже не до салата уставший такая все думаю ладно завтра сниму смотрю мне приходит оповещение нелли снику под тоже этот самый салат но ладно думаю ну пусть она немножко там изменила по-своему чуть-чуть его сделала вкусненький там тоже я так думаю с болгарским перцем вот перец мне нельзя есть у меня какие-то спазмы от него странно почему не знаю может кто знает у бывает у вас такое что сладкого болгарского перца болит желудок что в нем такое может содержаться что в общем это вот и ну что ж вот она сняла но что получается как будто я у нее там это повела рецепт ладно я знаю что у нас есть общие подписчики подписчицы поэтому вот уже ставлю вас в известность ну и тоже решила я немножко его изменить ну как изменить просто кое-какие компоненты заменить кукурузу просто не хочу почему-то мне кажется что горошек в этом салате будет гораздо вкуснее добавлю зеленый горошек и лук вот вчера пошла и он закупилась иду уже за воськами подхожу к дому думаю так а это я купила это я купила так на салат что мне надо капусту купила тунец купила а думаю блин а лук то красный салат это я не купила вот и поэтому я его заменю обычным луком вот половинка репчатого лука белого будет остренько но я думаю это тоже не испортит этот салат значит что нужно сделать тунец тунец вот такой вот натуральный просто в собственном соку был косточки удалим кастомахи мощные у него поубираем в общем все измельчаем но капусту я опять же ну опять же мне таракан то покоя не дают я хочу замутить такое украшение получится нет ли не знаю в общем тунец измельчаем просто-напросто вилочкой вот так все нелли сняла этот салат за минуту минуту 16 у него идет но я же поболтать то я же люблю так что у меня будет это подлиннее отправляем тунец сюда можно было сразу конечно тут размять так и теперь нарежу лучок так капуста лежала воды мне тут промыла ее так лучок нарежем миленько и смешаю пока я с рыбкой так отправляем сюда сразу же яйцо вот так через эту яйцерезку три штуки все красота и вкуснота так теперь горошек горошек можно не весь но если любите много то я думаю что и не повредит вот так ладно чуть-чуть оставлю зеленый лучок добавлю это уже просто даже для красоты так скажем ну и вкусненько будет зеленым лук так и вот теперь осталось значит сюда добавить майонез и пекинскую капусту что я сделаю пекинской капустой я хочу сделать такое украшение не знаю что получится и получится ли но я попробую так вот верхушки самая нежная красивая зелень это верхушки да я их просто-напросто вот так срежу вот так срежу и мне нужны будут вот эти вот листики я их разберу посмотрим что получится задумка у меня такая так все совсем уж самые маленькие вот есть только вот эти два но и все пока вот ну а это просто-напросто измельчаем и высыпаем сюда же но еще можно подрезать этого маловато весь конечно этот качан лишнего будет конечно большущего вот таких несколько полосок нарезала но теперь что остается подсолить вот так чуть-чуть и добавить майонез 2 столовых ложки но все перемешать такой большой объем это конечно из-за рыхлой капусты получается все хорошо перемешиваем две ложки майонеза совсем мало добавляю еще он сухой за счет того что капуста тут много получается суховато в общем майонез регулируйте сами а еще можно даже заправочку сделать например тоже оливковое масло какую-нибудь французскую горчичку добавить если не любите майонез можно сделать с заливкой ну вот попробовал салат вкусный теперь значит что нужно выложить его на блюдо и оформить в общем выкладываем на блюдо вот такой вот горкой горкой высокой ложками утрамбовываем хорошо все убинаем чтобы он не развалился не рассыпался края протираем салфеточкой сейчас все это сделаем вот так но не знаю не знаю получится ли но не получится съедим то что есть так вытираем салфеткой аккуратненько аккуратненько вот так всего а теперь хочется мне сделать такое подобие цветка цветка мы легких путей не ищем нам же надо заморочиться это будет середина как буду держаться дальше лепестки не представляю пока так стоять боятся вот если получится слегка воткнуть это будет здорово если не получится тоже не страшно при лепим на майонез приклеим так вот так держится плоховато но держится в общем вот так вот полностью все цветочки вот эти лепестки приклеиваем как то как то приклеиваем в общем можно до действительно майонез можно майонезом приклеится все. Я еще что подумала. Сама стою вот тут вот. Пытаюсь, знаете, как можно. Вот смотрите, вот эта сердцевинка листа, она же твердая. Вот так ее чуть сделал и воткнул. И прекрасно все держится. О, видите? А еще, вот уже, конечно, поздняя запоздалая мысль мелькнула, что вот эти лепестки, вот эти листочки, можно подкрасить капустным, ой, капустным, свекольным соком. И это будет как большая, красивая роза. Вот так вот ее оформить. Большие, красивые лепестки. В общем, вот что получается. Не совсем я довольна, но я думаю, если подкрасить эти лепестки, вот эти вот, розовым таким цветом, будет, конечно, гораздо красивее. Ну, а так получился качан капусты. Можно сказать, на розу это совсем не тянет. Ну, ладно. Хотелось добавить яркого чего-то. Вот нарезал просто помидор и вокруг уложила. В общем, вот так. Тараканы мои иногда советуют не то, что надо. Иногда я ими недовольна. Бываю. Я их наказываю, ставлю в угол. Говорю, работайте лучше. В общем, вот такой вот салатик. Ну, все. С вами была Наталья. Всем пока-пока. Всего самого но и лучшего вам желаю. По скрипту, так сказать. Забыла же я вам сказать вот про эту часть капусты. Если из нее сделать хризантему, это будет просто шикарный цветок. У меня есть такое видео, как вырезать хризантему. Это для украшения салата или там какого-то горячего блюда. Это просто шикарный цветок получается. Ссылочку прикреплю в описании. Как сделать хризантему. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!